Завершился финальный этап проекта Молодежная Лига Управленцев Югры 2020, в котором приняли участие 59 молодых лидеров. Объявление результатов прошло совместно с губернатором Югры Натальей Комаровой в онлайн формате. И с нами на связи победитель в направлении бюджетная сфера Андрей Снигур. Доброе утро. Доброе утро, Максим. Ну, во-первых, поздравляем с победой. Скажи, пожалуйста, ожидаемый ли результат? Ожидать такого, конечно, не приходилось, но я вложился полностью в этот проект и это принесло свои плоды. Вложился полностью в проект. Что за проект? Проект направлен на выявление талантливой молодежи. Я думаю... И вот он я, собственно, да? Да, и вот он я, да. Нет, ну вот что удалось? Что решали? Какие задачи перед вами стояли, чтобы занять первое место? Ну, было шесть конкурсных испытаний, которые включали в себя индивидуальное собеседование, тестирование, самопрезентацию, дебаты, деловая игра. И непосредственно самое интересное, это был день дублера, который включал в себя решение управленческого кейса по направлению. Так. Ну что, что решили? Может быть, создали какой-то проект? Да, нами была рассмотрена проблема привлечения дополнительного финансирования в бюджетных учреждениях. Нас разбили на команды. Мне попалось учреждение Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий. И нами была проведена небольшая аналитика. Мы рассмотрели, что предоставляет какие услуги, как происходит формирование бюджета организации. И предложили свои пути решения по привлечению дополнительного финансирования. И так, вот буквально, очень интересно, на самом деле. Да. Моя команда рассматривала возможность создания отдела по бизнес-аналитике. То есть привлечения клиентов среди малого и среднего бизнеса, которые нуждаются в подобной услуге. Эта функция могла бы принести дополнительный источник финансирования в институт. Чем занимается победитель Лиги управленцев Югры-2020 непосредственно у себя в городе? На данный момент работа. Работа ведущим геологом пока что. Но почему бюджетная сфера? Почему бюджетная сфера стала основной? Именно в это направление пошел. Потому что у меня есть небольшой опыт. Я год назад закончил РГУ нефти и газа имени Ивана Михайловича Губкина. И активно занимался общественной деятельностью и был председателем Объединенного совета обучающихся. То есть с этой сферой я ближе всего знаком из представленных направлений. И спустя год перерыва и чисто трудовой деятельности я решил все-таки вернуться, еще раз попробовать себя для того, чтобы определиться, чем я все-таки хочу заниматься в дальнейшем, в каком направлении продолжать развиваться. Сейчас как будет строиться дальнейшая жизнь? Ой, ну сейчас я планирую сходить в отпуск. Да, вот как раз в конце недели у меня все так здорово сложилось. Обмозговать это надо, обмозговать. Ну то есть есть такая вероятность, что именно Лига, Молодежная Лига Управленцев Югры станет таким переломным моментом в твоей жизни, и ты поменяешь профиль и уйдешь вот именно в бюджет и что-то там менять, что-то модернизировать, что-то делать лучше? Да, ну в любом случае я планировал получать второе образование. В этом году не получилось, но по известным всем причинам решил все-таки взять перерыв. А тогда, конечно, именно этот проект, я считаю, что очень многое поменял в моей голове представление, но свою профессию я как любил, так и люблю. Ну что же, мы еще раз от всей души поздравляем с заслуженной победой. Мы просто на все 200%, 300-800% уверены, что все получится, и все цели, и планы, конечно же, будут достигнуты и исполнены. Спасибо огромное за беседу, дальнейших творческих успехов. Спасибо, Максим.